Светильник тела Не имеет ни одной темной части, То будет светло все так, Как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, Один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, Увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, Ныне вы, фарисеи, Внешность чаши и блюда очищаете, А внутренность ваша Исполнено хищение и лукавство. Неразумные, Не тот же ли, кто сотворил внешне, Сотворил и внутренне. Подавайте лучше милостыню из того, Что у вас есть, Тогда все будет у вас чисто. Ну и о смыслах этого отрывка Доступными словами поговорим после сюжета. Давайте посмотрим. Главными оппонентами спасителя Его учеников выступают фарисеи. Это одна из самых влиятельных Религиозно-политических партий В иудее библейских времен. Движение фарисеев или отделившихся Оформилось во время правления династии Хасманеев, То есть во II-I веках до Рождества Христова. Вопреки иудейским законам, Эти цари присвоили себе Также и духовную власть в стране. Такие известные правители, Как Симон Хасманий или Иоанн Геркан, Были не только царями иудеи, Но и первосвященниками. Такое грубое смешение светской и духовной власти Возмутило ревнителей закона Моисеева. И они составили отдельную замкнутую группу, Обособившись от храмового священства С царем во главе. Эти ревнители благочестия И стали называть себя фарисеями, Дословно отделившимися. Цари Хасманеи устраивали гонения на фарисеев, А при царе Александре Янаае Их даже публично распинали на крестах. После прихода к власти римлян и проримских сил Фарисеи, некогда гонимые, Сами стали участвовать в управлении иудеи И инициировать преследование своих врагов. Одним из них был кроткий и смиренный пророк из Галилеи Иисус из Назарета, Которого ученики почитали за Бога и Мессию. На протяжении всего общественного служения Христа Фарисеи пытались подловить его на слове И очернить в глазах народа, Придумывая разные поводы для провокации. Такая ненависть ко Христу была вызвана прежде всего тем, Что Иисуса из Назарета любил простой народ. Христос, в отличие от фарисеев и книжников, Не отвергал никакого человека. Для каждого у него находилось слово утешения и любви. Ко Христу стремились в том числе и те, Кого отвергало иудейское общество – Мытари, блудницы и грешники. Законники, высокомерно относившиеся к простым евреям, Тем более грешникам, завидовали Христу И не раз пытались его убить. В конце концов, их попытки венчались успехом. Движение фарисеев сошло на нет После разрушения Иерусалима римлянами в 70-м году. Того самого, который предсказал Христос. Некогда ревнители закона и благочестия, Отдавшие свою жизнь за правду, Сами стали гонителями Бога и истины В лице Иисуса Христа. А само слово «фарисей» Со временем все больше стало ассоциироваться Не с праведной и ревностной жизнью в Боге, Но с лицемерием и обманом. Такими словолюбивыми завистниками И остались в священной евангельской истории фарисеи, Вечные оппоненты Христа. Отец, Валерий, вот сегодня мы прочитали эпизод, В котором Христос обличает фарисеев и законников. Но тут нужно совершенно справедливо, Как мне кажется, сказать, Что фарисейство все равно живо до сих пор. И что необходимо всем нам, Чтобы не подвергаться вот этой опасности фарисейства И не становиться лицемерными перед Богом? Суть-то фарисейства в чем? В том, что это вот такой самообман И попытка спрятаться за обряд. То есть вот я за обряд спрятался, Я выполнил ритуал. Это, кстати, не только в религии, А это, например, там вот кто-то перед начальником Расшаркивается, там какие-то Всякие ему почтительные слова говорит, А за глаза он всякую грязь льет. То есть вынашивает в сердце, внутри какую-то злобу. И в семье, когда вроде бы там На 8 марта цветы, А сам он непонятно как себя ведет. И тем более в духовной жизни, Когда вдруг кто-то, ну, Он там свечку поставит, да, Там поклон положит. А что в сердце? А в сердце Бога нет. В сердце нет чистоты, Вот этого устремления ко Господу. И поэтому, чтобы победить в себе фарисея, Нужно понимать, что обряды вторичны, А вот сердечная чистота первична. Обряды, они нужны тоже. Это вот нечто внешнее, То, что должно сопровождать, Вот как, ну, тело есть телесное, А есть, ну, в теле-то душа, дух, сердце наше. И поэтому за обрядами должна стоять Наша чистая, искренняя вера, Устремление ко Господу, И, конечно же, милосердие. Милосердие к ближним, Она рождается тоже из такого милостивого, доброго, То есть очищенного сердца. Вот об этом как раз Господь и говорит. Причем тут интересно, Что тут же как бы два вот таких вот отрывка, Они взаимосвязаны. В чем была проблема фарисеевства? Это объясняется в первом части чтения, Когда мы говорим, Что светильник для тела есть око. Вот если око худо, Если ты смотришь грязно на мир, Если ты смотришь блудливо на мир, Если ты смотришь злобно на мир, То это будет отражаться даже на лице твоем. То и все тело твое будет темно. То есть даже лицо такого человека какое-то, Оно агрессивное, страстное. А если око, оно чисто, То есть ты с добром, с чистотой Смотришь на других людей, Без каких-то страстных порывов, С искренней молитвой, Состраданием к другим людям, То и лицо очищается, И все тело тоже начинает сиять, Вот как бы светильником. То есть через вот эту вот сердечную чистоту Все очищается. И вот это вот и есть самое главное Оружие против фарисеевства. Против фарисеев внутри каждого из нас. Внутреннее сияние наше, да? Отталкивающие все-таки ложь и лжеучение. Чистота и искренность. Спасибо большое, отец Валерий, Что объяснили для нас сегодняшний отрывок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok